Одна из основных тем прошедшего заседания Совета депутатов Одинцовского округа реализация программы социальной газификации. Она коснется 186 населенных пунктов нашего округа, а это более 14 тысяч жителей. По этой программе будет бесплатно проведен газ до границы земельного участка каждого жителя, которая заявила о своем желании участвовать в этой программе. Обязательный критерий, объект должен быть зарегистрирован в собственность и поставлен на учебу. До 30 июля в Одинцове откроется офис социальной газификации, где можно будет получить разъяснение по программе и получить сопутствующие услуги. Также будут работать выездные офисы. Решением вопросов социальной газификации, а также обеспечения жителей малых населенных пунктов коммунальными услугами займется новый отдел управления ЖКХ. Такое решение было принято большинством голосов. То, что штат ЖКХ будет постоянно прирастать пропорционально тем инвестициям, которые осуществляются в развитии городского хозяйства, это неизбежный факт. Я считаю, что это процесс нормальный, он неизбежный и, наверное, так и будет продолжаться впредь, покуда продолжаются массивные инвестиции в развитие городской среды. С 1 июля увеличивается размер платы за содержание жилого помещения в домах, где не было проведено общих собраний на эту тему и обслуживание которых осуществляется рядом управляющих организаций. Индексация для большинства УК составит 4%, а для Одинцовской теплосети – 13%. При этом средний размер платы для жителей составит 31 рубль 50 копеек с НДС за 1 квадратный метр в месяц, что ниже среднерыночного показателя более чем на 3 рубля. По результатам деятельности в 2020 году Одинцовская теплосеть по данному виду деятельности имеет фактические расходы на содержание МКД выше размера платы населения. Основная причина убытка по статье «Заработная плата сотрудников МКД». При этом численность персонала соответствует нормативной, подтверждено заключением Института экономики ЖКХ, а размер средней платы ниже рыночной – 35,5 тысяч рублей на руки. На повестке дня и главная тема последних месяцев. В муниципалитете наблюдается прирост заболевших новой коронавирусной инфекцией. За весь период подтвержденный диагноз COVID был зафиксирован более чем у 14 тысяч человек. На сегодняшний день госпитализировано свыше 1300. У нас свободные мощности есть, койки есть, 35 койки на сегодняшний день. Свободные и готовы принимать всех, кто в этом может давиться. Для сдерживания дальнейшего распространения коронавирусной инфекции ускоренными темпами проводится вакцинация населения. Так, по состоянию на 29 июня первым компонентом вакцины привились 67 410 человек, вторым – 52 890. Наталья Гончарова, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.